Фильм «Менялы» сегодня известен разве что почитателям творчества Владимира Ильина. Эта российско-американская работа режиссера Георгия Шангелия стала одной из кинолент, съемки которой частично проходили в Симферополе. Увлекательная комедия снималась на улицах крымской столицы летом 1992 года. «Менялы» стали одной из немногих работ раннего постсоветского кино, где нет огульного охаивания всего советского, что стало модно в фильмах 90-х годов. Комедия по сценарию Алексея Тима рассказывает об авантюре времен денежной реформы 1961 года, когда 100 рублей в одночасье превратились в 10. Медных денег реформа не коснулась. Именно это и стало для героев фильма поводом для обмена крупной суммы денег на мелкую медь с целью десятикратного увеличения капитала. В кадрах фильма легко узнаются Симферопольские улицы. Герои киноленты остановились в Симферополе в гостинице «Украина» на улице Розы Люксембург. Так фасад гостиницы многократно мелькает в эпизодах картины. Интересно, что парадный вход в гостиницу «Украина» снимался не на натуре, а у кинотеатра имени Шевченко на улице Горького. Именно на тротуаре, у входа в кинотеатр, герои фильма оставляли свой старинный Виллис. Неоднократно в кадрах фильма можно видеть внутренний интерьер и фойе кинотеатра. В одном из эпизодов, снятых у его входа, можно наблюдать достаточно грубый киноляп. Сквозь открытые двери кинотеатра хорошо виден современный автобус красного цвета. Естественно, что в 1961 году таких автобусов еще не было. Есть в кадрах фильма и Симферопольский парк культуры и отдыха. Именно здесь снимался эпизод, в котором герой Владимира Ильина руководит вывешиванием над сценой летнего театра агитационного советского транспаранта. Мелькнул в кадрах киноленты и известный памятник архитектуры – Воронцовский дом в Симферопольском парке Салгирка. Его колонны и скульптуры львов хорошо видны в эпизодах картины. В 1992 году фильм «Менялы» был представлен на международном кинофестивале комедийных фильмов «Золотая трость Чаплина» в Швейцарии, где получил специальный приз жюри. Примечательно, что официальная премьера фильма состоялась только спустя 9 лет, в ноябре 2001 года. Эта вымышленная авантюрная фантазия, основанная на реальных событиях, стала несомненной удачей для всего творческого коллектива. Не случайно по сей день «Менялы» считаются одним из лучших российских комедийных фильмов, созданных после развала Советского Союза.